Герой недели. Надежда Савченко, украинская лётчица, которая у нас томится в одном из изоляторов Москвы. Голодает она уже почти 70 дней. И что на этой неделе с ней приключилось интересного? Во-первых, ей продлили в очередной раз меры пресечения в виде ареста. И ещё у неё побывала такая довольно внушительная делегация правозащитников, в том числе Михаил Федотов из президентского совета по правам человека, который с ней пообщался, и он сказал, что Савченко не нужны ни помилования, ни амнистия. Она настроена на скорейший суд, который, как она уверена, установит её невиновность. А почему? Потому что она не желает ни помилования, ни амнистии в связи с тем, что не хочет в будущем приезжать в Россию и слышать крики, что она вот убила российских журналистов. Почему возникла эта тема? Когда Порошенко выходил из переговорной комнаты, одним из первых действий, заявлений, которые он сделал, он сказал, что Савченко скоро, он договорился о том, что Савченко скоро освободят. Потом это опровергло Дмитрия Пескова. Нет, Дмитрий Песков подтвердил, что вопрос Порошенко поднимал. Он сказал, что разговор был. Это был отдельный вопрос, и украинский президент поднял этот вопрос. Но Владимир Путин сказал ему то, что говорит всегда по этому поводу. Это дело российского суда. Вот эта тема, которая поднимается, на Украине одна из центральных. Вот если посмотреть... Не только на Украине, и в Европе, потому что она член парламентской ассамблеи Совета Европы, то есть международной организации, куда входят депутаты всех стран Европы, включая Россию, и обладает... Ведь вот этот европейский статус, это же уже после ареста? Это не имеет значения. А не имеет значения. Нет, ну можно ее отпустить под подписку о невыезде здесь с браслетом. Да, это тоже можно сделать. Если речь идет о процедуре. И подождите, и все успокоятся сразу? Никто не успокоится, потому что дело, как мне кажется, липовое. У меня есть одно соображение, которое я еще не высказывал про Савченко. Правильно ли я понимаю, что погибшие наши коллеги в этот момент не были ни в каске прессы? Правильно. Не были. Откуда она могла знать? Предположим, она наводила. Откуда она могла знать, что она наводит на прессу? Вот и все. Поэтому это обвинение, высосанное из пальца, совершенно очевидно. Да, тем более, что прошение о помиловании трактуется как признание вины. Она занимает позицию, которая вызывает только уважение. Кажись, мы в подобной ситуации, мы не знаем, как себя вели. Я бы написал прошение. Нет, я не веду вообще во всей ситуации. Ну, сложно судить, конечно, сейчас. Да, сложно судить. Сейчас мы сидим вот здесь. Но, мне кажется, каждый из нас... 60 дней голодовки. Ну, это все, это... Знаете, там не один человек, который здесь упоминают часто, сказал мне про Маккейна. Он сказал, ну да, дед, конечно, сошел с ума. Но мы не знаем, как мы с тобой бы себя вели, если бы оказались бы во вьетнамском плену тогда. И когда бы нас допрашивали наши с тобой соотечественники. Сказал мне этот человек, и я так покивал. В общем, да, я не знаю, как бы... А вы знаете, да, историю с Маккейном, потому что, когда от него потребовали под давлением, скажем так, в вьетнамском плену дать имена летчиков его эскадрильи, потому что, ну, чтобы обращаться персонально, он дал имена. Только, как потом оказалось, это имена бейсбольной команды его города. Ух ты, игроков, да. Это вот такая история. Он сдал, но не тех, я бы сказал. Потому что он круто там себя вел. Проблема вот в чем. Я сейчас просто представил, что Савченко станет Маккейном украинским. А она... Это точно будет... Она собирается быть политиком. Это точно будет так, но если у нее там хватит ресурсов, желаний и умений, она будет политиком, она будет политиком реакционным, в смысле правым. Новый президент вообще в Украине будет. Есть такая возможность, что она будет выдвигаться, потому что Тимошенко нет, а Савченко есть. Потому что Порошенко сейчас, он балансирует... Он гибок? Ну да, он балансирует между партией войны и партией мира, он ведет переговоры и с Путиным, и с Обамой, да. То есть в данном случае он представляет интерес значительной части населения. Умница Янукович тоже как-то был гибок, и вел переговоры и с теми, и с другими. Нет, он не был гибок. К сожалению, Виктор Федорович гибок не был. Просто говорил гибко и обманывал всех. А зачем тогда? А зачем борется Европа? А зачем борется Украина? А Европа не борется за то, чтобы она написала прошение о помиловании. Она борется за то, что ее отпустили. Она же понимает прекрасно, что Владимир Путин никогда не будет... Это не так, потому что вы все понимали, что Владимир Владимирович никогда не отпустит просто так Ходорковского. Отпустил. Никто не мог это сказать. Чудеса бывают. Чудеса бывают, да. Исходя из своих каких-то размышлений, которых мы не знаем. Начнем с сообщения, потому что оно, я не знаю, слушатели как-то, видимо, угадали, что мы об этом будем с вами говорить. Уважаемый Алексей Алексеевич, зачем вы пошли на этот эфир к Норкину? Ну и дальше там разные... Ответить как? Я могу ответить. Это мой каприз. Российскому телевидению много претензий предъявляется в последнее время. А вы... Я не помню, чтобы вы особенно как-то критиковали российский телеканал, но вы стали... Знаете, к Сбербанку тоже предъявляется много претензий. Храню деньги в сбербанкной кассе, что называется. Ну да, предъявляются претензии, что... Но вы стали туда как-то захаживать часто. Объясните, пожалуйста, что за тренд? В общем, просто не стали давать гарантии, что меня не будут урезать. Да, я больше никогда не пойду туда, где меня урежут. Все. Если мне дали гарантию, меня обманули, ну, до свидания, что такое. А подожди, а раньше не давали гарантии? Нет, я не ходил на центральные каналы довольно долго. Сначала звали, потом перестали звать. Я хожу туда, где формат меня устраивает, где я могу сказать и донести свою точку зрения до зрителей федеральных каналов. Если не получится, то не получится. Но у нас есть свое радио, где можно высказываться всем. Вы сказали, что это ваш каприз. Ну, я могу сказать... Вы не пытаетесь никого убедить, не убедить телезрителей, например? Кого? Может быть, у вас миссия выступить такой антипропагандой или пропагандой другой точки зрения? Нет, у журналистов не бывает миссии. Это глубокое заблуждение некоторых журналистов, которые работают на федеральных каналах. Нет, смотрите, весь вопрос в том, что я же все говорю... Для наших слушателей вообще смотреть это не обязательно, потому что я говорю ровно то, что говорю здесь. Что я говорю здесь, то я говорю там. Значит, вы рассчитываете на то, что... Конечно. И придут потом к нам? Ну, и придут потом к нам, повысят капитализацию. Чего подсказываешь ответы? Ну, можно и так. Ну, можно остановиться и на... Нет, мы просто с господином Венедиктовым единомышленники. Почему бы они недомысленники? Нет, смотрите, это же вопрос условий всегда, да? Сейчас, когда действительно телевидение во многом вот эти шоу занимаются пропагандой, реально пропагандой, и журналистика резко пошла вниз, я пытаюсь продемонстрировать на примере эхо, и не только эхо. Там, извините, сотрудник Володя Рыжков, Володя Рыжков сотрудник эхо Москвы вообще-то, у него здесь трудовая книжка лежит, он тоже ходит с моего согласия, да? Я пытаюсь продемонстрировать правила журналистики, опираться на факты, да? Вот там начинают кричать, там, Порошенко, американская марионетка. Докажите. А встречные, когда говорят о том, что Россия присутствует на Украине, докажите? Пожалуйста, я, правда, вынул. Значит, существуют не войска, я про войска не знаю, я знаю, что российские военнослужащие гибнут на Украине. Вот что я говорю, я всегда это говорю, мы знаем псковскую историю, но вот недавно появилась фотография с доски 17-й отдельной мотострелковой бригады, где написано, что они погибли там как герои, и дальше числа их гибели. Несколько человек, да, в шале, 12-е, 08-е, то есть 12-го августа, несколько человек 13-го августа, несколько человек 20-го августа. Это чего? Я проверил, в Чечне не было боя, столкновения, во всяком случае, о них не сообщалось. Значит, эти люди, видимо, это экипажи, которые в один и тот же день погибли где? Почему депутаты не делают такой запрос? Это доска на территории этой бригады. Для меня это доказательство того, что это некие экипажи, которые могут быть в отпуске, могут быть добровольцами, не обязательно командированные, но они погибли. Расскажите, что случилось с людьми, которые погибли, существующие на наши налоги, и должны наши защищать. Да, эта бригада действительно расположена в Шали, в Чечне, 17-я руководительная. И я сегодня вот с этой фотографией доски был на эфире, просто не пришлось, да, не пришлось, и не пришлось. Была бы тема, я бы сказал, это факт, его надо проверять, согласился. Зачем срывают могилы псковских десантников, да, ставят сначала кресты с именем, потом в раз и исчезли. Кто это сделал, почему? То есть работать надо с фактами, мы не можем утверждать ничего, что там воюют части или люди, но есть конкретные люди, которые погибли, да, это факты. Вот на них отвечать надо. И я пытаюсь это в эфирах федеральных каналов объяснить. Понимаете, и когда там сегодня, вы можете это посмотреть, начали рассказывать, вот карта, вот видите, уже поляки делят Украину. Какие поляки? Кто? Президент, премьер-министр, да, там, Ксейм. Это кто вот эту карту нарисовал? Такие же журналисты, как и мы. Я могу такую карту нарисовать, и вы можете такую карту, как федеральный канал... Я бы посмотрел на вашу карту, интересно, что... Если есть задача, но журналисты, люди не отвечают за политику, да, поэтому нельзя говорить, что Польша уже делит Украину. Это неправильно. И вот это стандарты журналистики, кто это сделал, когда это сделал. Я пытаюсь показать, что еще журналистика в Российской Федерации профессиональная. Существует, эта журналистика, это мы с вами. Вот когда журналист говорит, мы будем направлять туда федеральный, гуманитарный конвой, можно задать вопрос, кто мы? Журналисты? Ваш канал? Кто? Это профессиональное заявление? Понимаете? Я никогда не скажу, что мы будем там чего-то делать. Мы это кто? Мы это журналисты, мы это эхо Москвы в данном случае. И даже не граждане России в том смысле, что не граждане России отправляют, а правительство, да? Если вы себя ассоциируете с правительством, государством, с МЧС, флаг вам в руки, ну, это тогда другая профессия. Это моя точка зрения. Вы, мне кажется, на самом деле, очень глубоко копаете. А я всегда глубоко. Мне не надо бороться на федеральных каналах за голоса избирателей или за зрителей. В этом смысле особенно. Они там борются за свои рейтинги. А я за их рейтинги не борюсь. Многие слушатели на вас обидятся, я могу совершенно предсказать. Это на здоровье. Потому что вы таким образом, ну, как бы делаете федеральные каналы, вот как раз то, о чем я говорю, профессиональными. Ну, такую маску накидываете на них. А вот Алексей Венедиктов же пришел на федеральный канал. Вот мы же пускаем, у нас нет стоп-листов. Вот же есть Венедиктов. А есть, там, как он, Дукин тоже есть. Глубоко наплевать. Мы же пускаем сюда людей. Вот я сейчас у меня тут визиточка. Я договорился, что министр иностранных дел, самопровозглашенный ДНР, будет у нас в эфире. С которым вы спорились. С которым мы сегодня спорили, сцепились. А я обвинял его в непрофессионализме. Неважно. Мы же этих людей сюда приглашаем. Это значит что? Что мы поддерживаем там сепаратистов по всему миру? Это что значит? Это значит только одно. Мы информируем о разных позициях. И когда меня приглашают туда, они знают мою позицию, они действительно информируют свою аудиторию о том, что другая позиция на те вопросы, которые до сих пор у них существовала одна и та же позиция. Да, так.